подставные чиновницы вместо настоящих матерей военнослужащих шутки про родителя номер один родитель номер два а также мертвые герои мобилизованные которые погибли как ни странно еще в 2019 году все это это встреча который организовал владимир путин якобы с матерями мобилизован сейчас с вами разберем эту невероятную бутафорию плевок в лицо вообще всем женам и впечатляюще я ожидал что будет что-то такое даже думал что может быть каких-нибудь фасовошниц позовут вместо настоящих матерей мобилизованных но даже я не ко всему был готов это выглядело довольно впечатляюще а надо сказать что я порекомендую этот ролик именно смотреть а не просто слушать потому что будет довольно много иллюстративных материалов я рекомендую вам собственно воочию убедиться что я не вру потому что какие-то вещи покажутся невероятными даже учитывая что мы к всему этому привыкли вообще изначально давайте подумаем зачем это все было дело в том что владимир путин всячески дистанцируется от идущей войны которую он собственно самый начал и которую он продолжает войны где он хочет уничтожить украину где он хочет лишить украины государственности где россия совершает террористические атаки по гражданской инфраструктуре в общем преступную войну которая ведет российское государство путин всячески дистанцируется ничего не сказал ни разу про херсон ничего не говорит проход военных действий однако тем не менее выступать в роли такого успокоителя и человека значит который с пониманием относится к народу у него есть давняя любовь и привычка однако сниже есть большая проблема путин не умеет этого делать вообще то жон погибших моряков курска 10 долларовыми шлюхами назовет то еще что-нибудь сказанет и поэтому владимир путин вот эти публичные вещи ему даются не очень хорошо поэтому на все эти мероприятия как правило оставят подставных людей но где-то рыбаки из фсо где-то значит рабочие завода которые оказываются сотрудниками администрации и много-много других приключений однако почему вообще это все появилось мы ведь видели что несколько дней говорили о том что путин вот-вот встретиться с матерями мобилизованных дело в том что мы с вами недооцениваем масштаб недовольства среди мобилизованных и их родственников мы видим лишь то что собственно долетает до интернета когда они уже от отчаяния записывает видеообращение когда они начинают выходить с пикетами но это лишь верхушка айсберга глобально мобилизация которую провел владимир путин 21 сентября это один из самых сильных ударов по российскому населению с точки зрения восприятия владимира путина из хорошего царя из великого гео стратега и очень сильного человека со второй армии мира он превратился в человека обманщика который сначала говорит что мобилизации не будет потом и проводит говорит что все хорошо но при этом почему-то мобилизованные гибнут пачками говорят что они не будут воевать на передовой потом оказывается что их гонят без оружия а в спину стреляют еще и свои же и в этом смысле нужен был какой-то ответ со стороны государства ответ который бы дал понять что мы вас слышим что это плохие бояре вот есть хороший царь и он ситуацию контролирует и вообще успокойтесь потому что рост недовольства стал расти экспоненциально собственно жены мобилизованных кто начал записывать видеообращение кто поехал вообще в зону боевых действий или стал угрожать этим а кто осаждал здание западного военного округа как например совет матерей и жены с первых же дней когда появились рассказы о том что будет вот эта встреча собственно сам этот совет матерей жены цуканова это вот его такая лидерка формально неформально не знаю она начала рассказывать что они бы очень хотели там поприсутствовать потому что им есть что рассказать им есть на что обратить внимание опять же в этом ролике я ставлю за скобками моральную сторону вопроса потому что честно вам скажу как-то сильно переживать за людей которые поехали убивать других людей на войну у меня не очень получается за их родных и близких тоже не до конца но вот такой я не очень эмпатичный человек тем кто хочет уничтожить другое государство это мы оставим за скобками будем исключительно говорить о том что происходило на этом совете и вообще как выглядит ситуация с мобилизованными и так вот эта цуканова стала говорить что мы очень хотим побывать на этом совете и вообще нам есть что рассказать она даже пыталась организовывать собственные круглые столы куда звала бастрыкина назвала шойгу для того чтобы рассказать что происходит с мобилизованным в этот момент еще одна небольшая ставка нужно понять что происходит с мобилизованными в том что мобилизация была довольно хаотичной гребли всех подряд людей с разными заболеваниями вот этого всего что обещал путин не было когда только с боевым опытом чуть ли не добровольцев и прочее прочее гребли всех подряд и коснулся это большого количества людей более того экипировки мягко скажем не хватало, условия в учебках ужасные, там уже довольно много смертей вот просто в учебках, не на линии фронта, а в учебках, то есть речь о десятках людей, это только те, что мы знаем наверняка есть еще большое количество людей, которых мы не знаем, оборудование которое выдают, это страйкбольные бронежилеты, да, то есть которые не защищают ни от чего, кроме там шарика с краской ну или прорезиненного шарика с краской, каски, которые ломаются, автоматы, которые ржавые не очень стреляют и прочее, прочее, прочее причем носит это все массовый характер мы слышим это от очень большого количества мобилизованных, и что самое главное, их ставят не на вторую и третью линии, не в тыл никуда, а на передовую, их используют как пушечное мясо, просто закидывают, что называется, штурмовать врага, ну а выживет ли кто-то из них, никого не интересует, командование иногда прямо им об этом говорит и вот эта ситуация с мобилизованными, соответственно, их родные и близкие не очень довольны этим всем, потому что им обещали совершенно другое, а кому-то еще и денег не доплачивают, это тоже некоторых возмущает хотя сейчас история с выплатами немножко отошла на второй план, и наверное, там в ближайшие дни я расскажу вам про еще одну историю, как готовятся делить мобилизованных и как это будет при следующей мобилизации, судя по всему, там и выплачивать никому ничего, даже обещать не будут, не просто будут не выплачивать, а даже обещать выплачивать не будут, но не суть вот эти, значит, жены и матери мобилизованных очень хотели встретиться с Путиным но вместо этого встретились с эшниками которые начали за ними следить, ну эшники эшники, я не знаю, да, каким конкретно ведомствам принадлежат те молодчики, которые за ними следили, но женщины начали публиковать просто кадры, как за ними целыми днями ходят какие-то люди естественно, никакой совет с Путиным их не позвали, потому что они могли задавать там неудобные вопросы и высказывать довольно явные претензии. И вот тут мы подходим к первой части этого замечательного заседания, не знаю как назвать встречи Путина с женами, с матерями мобилизованных, там матери в основном акцент был именно на матерях. Итак, давайте познакомимся с ними, давайте познакомимся с тем, кто пришел представлять интересы простого народа к Владимиру Путину. Итак, простые труженицы, давайте о них узнавать подробнее. Это материалы, об этом собрали агентства можем объяснить, разные телеграм-каналы в общем, я думаю, дальше идентифицировать будут еще больше всех участниц, но пока давайте о тех о которых известно. О проблемах солдат Путину рассказывала московская чиновница и депутат Единоросс Ольга Бельцева. Она замдиректора ГБУ Центра досуга и спорта «Юность» и член от Радненского совета депутатов. Еще одна собеседница президента, руководитель подмосковного исполкома ОНФ Юлия Белехова, возглавляет заодно и ассоциацию председателей Советов многоквартирных домов Московской области. В 2016 попала в списки кандидатов ЕР в Госдуму, сдекларируя 118-метровую квартиру, но не прошла. Надежда Узунова в 2019-м была советником по внутренней политике главы Хакасии, а сейчас отвечает в Усть-Абаканском боевом братстве за сбор гуманитарной помощи для мобилизованных. Сбором гуманитарки для мобилизованных занимается и член общественной палаты Орехова-Зуева Мария Мигунова. Поговорить с президентом о бедах матерей приехала и чиновница из ТВ, начальница отдела по делам семьи, молодежи и спорта в администрации Кахемского района Ирина Тасол. По левую руку от Путина сидела самая творческая из мам режиссера Олеси Шигина. Она снимает православное патриотическое кино. Например, фильм «Путь» о поездке из Москвы на остров Русский двух подруг. По дороге они заезжают в монастыри, останавливаются в семьях и расспрашивают, чем живет Россия. Справа от Путина в черном платке сидела Жародат Агуева, представительница чеченской аристократии. Ее сыновья высокопоставленные силовики, командир батальона Запад Ахмат Исмаил Агуев и начальник Курчалоевского РОВД Рустам Агуев. Оба сейчас воюют в Украине. Глава Чечни неоднократно назвал Рустама Агуева братом, а о псевдоподвигах Исмаил Агуева Кадыров регулярно рассказывал в своем телеграм-канале, также известном как Новый ТикТок. Ну, то есть, как вы помните, в пресс-службе Кремля рассказывали, что Путин встретился с матерями мобилизованных. В итоге Путин встретился с матерями контрактников, добровольцев, с людьми, которые в общероссийском народном фронте, с людьми, которые аффилированы с Единой Россией или с какими-нибудь государственными организациями или организациями, зависимыми от государства. То есть, мягко говоря, острота вопросов была заранее несколько снижена, и все эти люди являются лояльными власти, от этой власти зависят. Поэтому ни о каком настоящем разговоре с матерями мобилизованных говорить не приходится. Здесь речь была совсем о другом. Ну и вопросы были тоже, я не знаю, видели вы или нет, не хочется всю эту встречу пересказывать, но, значит, вопросы были просто в форме рассказа. Вот у меня такой-то сын, вот у меня такой-то. Значит, Путин рассказывал, как они, какие они все герои, какие они все молодцы. Не прозвучало вопросов ни про экипировку, ни про условия размещения, ни про то, что мобилизованные воюют на передке, да, то есть на линии фронта. Не прозвучало вопросов про мобилизацию. Ну, то есть мобилизация вообще практически не упоминалась там, где-то на пятом-десятом плане, как будто бы вообще никакой мобилизации и не существует. Но самая моя любимая, самый мой любимый эпизод этой встречи, потрясающий, который потряс меня до глубины души, я сначала не поверил вообще своим глазам, значит, что это действительно происходит. Ну, то есть я сначала это все увидел и не придал этому значения, а потом оказалось удивительные вещи присутствовали на этой встрече, практически такая ретроспектива. Значит, была там некая женщина Пшеничкина Нина Петровна. Она есть на сайте Миротворец, вы можете зайти посмотреть ее профайл. Она известна как член общественной палаты ЛНР от города Кировска, принимает активное участие в пропагандистских сюжетах, там ГТРК ЛНР, вот это вот так называемого. И, в общем, такой человек, что называется, близкий к власти, причем к власти вот именно псевдо-сепаратистов, да. И это еще не самое интересное здесь. Она рассказала про своего сына, который, значит, по ее словам героически погиб. Значит, крича, что, защищая город, крича, что мы сейчас уничтожим всех украинцев. Она сказала несколько иначе, но я вот перефразирую. И показала портрет своего сына. Сына зовут Пшеничкин Константин Валерьевич. Вот кадры, как она показывает его портрет. Ну, мой сын Пшеничкин Константин в одном из утренних боев, защищая город, погиб. Так сложилась ситуация, что враг подошел близко к их позициям. Он выскочил из окопа, вызвал огонь на себя, и последние его слова были Пойдем, братва, рубить укропов. Как вы думаете, кто это? Мобилизованный? Может быть, контрактник? Хотя бы доброволец? Не угадали. Этого человека мобилизовали довольно давно. Мобилизовал его к себе сатана в 2019 году. Именно тогда Константин Валерьевич Пшеничкин погиб. Есть фотографии его могилы, есть его профиль на сайте Миротворец. Причем это не слепленный фейк, как будет заявляться, потому что он там висит с августа 2019 года. Теперь давайте посмотрим еще раз на фотографии его могилы и на фотографию, которая в руках у этой женщины. Это одна и та же фотография. Она принесла ту же фотографию, которая есть на его могиле, чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что это действительно конкретно этот человек. То есть мало того, что он был и в тамне-то, как называется в народе, так он еще не имеет никакого отношения ни к нынешней мобилизации, ни к, значит, вообще вот этой вот то, что они называют специальная военная операция. Вот это самая слезливая история, на которую Путин ответил, что не важно, что мы все смертны, все под Богом ходим, главное, как человек жил. Несмотря на все это, вот эти вот все высокопарные рассказы, и это человек, который погиб три года назад и не имеет никакого отношения ни к нынешней мобилизации, ни к нынешней войне, в принципе, ну как не имеет, имеет опосредованное, да, он был одним из тех, кто в этой войне участвовал, в большой вот этой войне с 14 года по 2022, но не участвовал в нынешнем вторжении. И знаете, каждый раз я удивляюсь, ну то есть, у тебя вся государственная система, все полномочия, гигантский аппарат, который работает над твоей пропагандистской машиной, ну неужели нельзя найти 10 человек, которые будут похуже на матерей мобилизованных, которые не будут напрямую аффилированы с властью, которые не будут рассказывать про совершенно не имеющие отношения к нынешней реальности случаев. Неужели нельзя все это сделать и выверить? Тем более, что это была непрямая трансляция, тем более, что всех людей тут отбирали, людей с неудобными вопросами не пустили, настоящих, вот собственно, протестующих, настоящих, тех самых жены, матерей мобилизованных тоже не пустили. Ну вывери ты все так, чтобы комар носа не подточил, ну сделай ты так, чтобы я не мог в два клика найти, что этот человек погиб в 2019 году, сделай так, чтобы его мать не таскала ту же фотографию, что на его могиле расположена, в конце-то концов, ну хоть что-нибудь сделайте профессиональное, нет, нет, пожалуйста, вот, значит у нас так это выглядит. И вы знаете, ну вот эффект от этой встречи, на которой рассчитывает власть, это что называется мобилизованные успокоятся, матери мобилизованные успокоятся, жены мобилизованные успокоятся, что у президента все под контролем. Вот мой коллега Саша Плющев, с которым у нас вчера был стрим, можете его посмотреть, он задавался вопросом в Телеграме, типа, а зачем это все обсуждать? Ведь и так понятно было, что это будет фарс, там чуть ли не с ФСОшниками и все прочее. Но вы знаете, было огромное количество людей в России, которые от этой встречи многого ждали. Они ждали, что там будут матери, которые скажут, Владимир Владимирович, генералы, пока вот это все происходит, они вас обманывают. Там все происходит не так, как вы сказали, накажите генералов, скажите им, чтобы все было честно и нормально, чтобы наши дети подготовленными шли в Украину убивать украинцев. и Путин грохнет кулаком по столу и скажет, да, вы матери, они герои, мы сейчас всех, вот Шойгу, вызвать ко мне Шойгу, Шойгу, почему они, они на линии фронта, они в тылу, как это так? Вот на это надеялись люди. Но их ожиданиями вытерли разные части тела, которые отчасти резиновые у представителей российской элиты, как выражался сам Путин. Вытерли и показали, что нет, никаким настоящим людям мы слов не дадим, только прикормленным, значит, различным чиновницам. Рассказывать правду мы не будем, реагировать на это не будем тоже. Это довольно важная история, потому что все эти люди, которые прильнули к экранам или посмотрят в записи, собственно, вот этот вот самый совет, они будут разочарованы, они поймут, что это не царь хороший, бояре плохие, это все плохие. Это этот человек гонит их детей убивать людей непонятно за что, и он прекрасно в курсе, что они воют на передке, что у них нет обеспечения, просто он предпочитает поговорить про что-нибудь другое. Про что? Ну, например, в очередной раз пошутить про родителя номер один, родителя номер два. Вот так как мы отмечаем день матери, так как мы сейчас с вами собрались и говорим о роли женщины, роли матери, во многих местах там уже не знают, что такое мама, правда? Там просто родитель номер один, родитель номер два, и гендеров там десятками измеряют, что какие там трансформаторы, я даже не понимаю, о чем они говорят. И это разочарование, конечно, лишь подбавит дров в эту печь, потому что глобально любого рода протесты, которые похожи на этот, которые, ну, низовые, которые не идеологизированы, да? Еще раз, это не люди, которые против войны, к сожалению. Все люди, которые против войны, на них либо по уголовному делу, либо, значит, готовятся к уголовному делу. Это люди, которые не понимают, почему их родные и близкие должны умирать. И эти люди, которые надеялись, что государство, оно хорошее и классное. Ведь поймите, основная наша с этими людьми разница не в том, что там мы умнее, или мы глупее, или еще что-нибудь. Основная разница заключается в том, что они все эти годы закрывали глаза на то, что происходит. Они не в курсе, что в России нет судов, они не в курсе, что в России нет СМИ, они же видят разные каналы, есть там разные люди, говорят, иногда спорят, даже вон у Соловьева там постоянно люди спорят. И они жили в иллюзии, в иллюзии, в которую они сознательно себя вводили, в иллюзию о политичности, за которую они расплатились вот тем, что у них отняли все права, все свободы и право на достойную жизнь. Вот они в этой иллюзии находились до недавнего времени. Сейчас их иллюзия разрушается. Сейчас их иллюзия ставит их в то же положение, в котором оказывались люди, выходящие из этой так называемой матрицы, когда люди осознавали, что, блин, а у нас диктатура, блин, а за слова преследуют, блин, людей сажают в тюрьму. И вот сейчас эти люди проходят через все те же самые ступени, но с необычайной скоростью, потому что это такой форсированный пробег, потому что скорость, с которой их родные и близкие уходят на фронт и погибают, она сильно увеличена, нежели это могло происходить в мирное время. Но там не должны были уходить на фронт и погибать. То есть скорость, с которой они ощущают последствия того, что они аполитичные и последствия того, во что превратилась Россия, она очень высокая. И поэтому, если власть не может восстановить эту конструкцию и обратно их втянуть в эту самую иллюзию, то они начинают задаваться вопросами, а что с этим делать, а как быть. Они начинают протестовать, быть недовольными, и мобилизованы, и их родственники, мобилизовывая, вон уже, запираются с оружием и говорят, что они никому его не отдадут, пока их требования не будут выполнены. Родственники начинают говорить, что что-то там, значит, у президента все фейковое и ненастоящее. И эти процессы будут только разрастаться. Поэтому традиционно Владимир Путин своим вот этим вот советом с матерями, он людей только разозлил. И мы увидим эту злость. Мы увидим ее, особенно когда будет вторая волна мобилизации, но мы видим, как она и сейчас расширяется. Люди, которые никогда не были внутри политического какого-то движения, они уже начинают и вопросы задавать, и с пикетами ходить. Да, с пикетами там про оружие, еще про что-нибудь, про экипировку, про обучение. Но эта трансформация, она будет происходить и дальше. Поэтому спасибо большое Владимиру Путину, что он в очередной раз не смог ничего сделать нормально. Ну, а этот совет с женами, конечно, потрясающий, абсолютно. Я правда не понимаю, насколько надо быть непрофессиональным. Типа, насколько в окружении Путина не осталось ни одного человека, который мог бы нормально организовать такое. Значит, хоть массовку накупи, хоть еще чего-нибудь. Я не знаю, друзей своих позови. Конечно, деградация, она деградация во всем. К сожалению, несмотря на весь идиотизм, который есть у этой власти, она еще невероятно злобна и жестока. И убивает жителей Украины каждый день. Убивает как напрямую ракетами, так и через отключение света, тоже ракетами, выстрелом по гражданской инфраструктуре, фактически терроризмом, так и через наступление, в том числе этими самыми мобиками, штурмуя города, убивая людей, оставляя за собой просто разрушенную, выжженную землю. Это ужасно, и будем надеяться, что это закончится как можно скорее. Это закончится тем скорее, чем скорее осознают и мобилизованные, и жены мобилизованных, и матери мобилизованных, что их кинули. Это все, на что они могут рассчитывать, это то, что Владимир Путин поговорит с чиновницами и расскажет, значит, как важно красиво, как он понимает, умереть. Ну, а что касается слов Владимира Путина про то, что не важно, что мы все смертны, важно, как ты жил. Интересно, как человек, который принес максимальное количество страданий и Украине, и России, и Беларуси, и всему миру, как у него язык-то поворачивается, не осыхает прямо во время этого. И он также рассказывает, что все под Богом ходим, ну и, наверное, вся планета ждет, когда же Владимира Путина Бог, скорее дьявол, заберет к себе и заставит бесконечно мучиться за все то, что Владимир Путин сделал. К сожалению, я в АТРА не очень верю, поэтому я буду ждать в этом смысле суда над Владимиром Путиным, который, я надеюсь, тоже не за горами. А с вами был Майкл Наки. Поддерживайте этот ролик лайком, комментарием, чем еще подпиской на канал. Можно поддержать канал на Патреоне, можно суперспасибо оставить. Ну и напишите вам, как вам такие форматы вот с разборами вот этой вот просто бесконечной Путины лжи, потому что наблюдать за этим, конечно, было и тягостно, и очень впечатляет масштаб деградации, которая есть даже вот в таких мелочах. С вами был Майкл Наки. Всего доброго. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok